Эй! Что вы делаете? Я собирался немного поплавать. Вы должны надеть спасательный жилет, иначе не сможете войти в бассейн. Да не, мне не нужно, спасибо. Но спасательный жилет обязательный. Обязательный, когда ты плаваешь. И когда не плаваешь тоже. Почему? У намокших людей сносит крышу. В страшное время живем. Надевайте. Но ведь это не значит, что они тонут. Люди мокнут каждый день, это часть жизни. 0,0000182% людей тонут каждый год, а это практически все. Так что надевайте жилет. Но это бессмысльца, я не надену его. Я умею плавать, я ходил на плавание. О, вы ходили на плавание. Вы верите, что оно существует? Вы думаете, ваше тело с рождения умеет держаться в воде так, чтобы голова была над водой, и вы могли дышать? Да, это называется плаванием. Никогда не слышал о таком. Приспособление для плавания разрабатывают ученые. Вы не верите в науку? Я верю, я просто знаю, как плавать. Вы сейчас похожи на расиста. Что? Посмотрите, как этот спасательный жилет не дает ему утонуть. Он просто стоит на дне. Наденьте жилет прямо сейчас. Вы всех ставите под угрозу утопления. О, каким образом я ставлю всех под угрозу? Другие спасательные жилеты не будут действовать, пока вы не наденете свой. Спасательные жилеты работают? Да, и очень хорошо. Тогда зачем ему нужно, чтобы я надел жилет, если его жилет и так работает? Нам необходимо защищать защищенных пловцов от незащищенных пловцов. Но разве они уже не защищены? Да, очень хорошо защищены. Тогда они в порядке. Они были бы в порядке, но из-за вас они не очень хорошо защищены. Так, либо вы надеваете, либо вы не идете в бассейн. Это как-то ненормально. Ладно, где я могу взять жилет? О, я продаю их прямо здесь. Так это вы продаете жилеты? Да, разумеется. Получается, вы требуете, чтобы люди носили жилеты в то время, как сами же их и продаете? Да, для их же защиты. И люди должны покупать жилеты у вас? Точно. Вам не кажется, что тут конфликт интересов? Я не понимаю, о каком конфликте интересов вы говорите. Сколько вы заработали за год на продаже жилетов? Ну, где-то 27 миллиардов долларов. Выглядит так, будто вы больше заинтересованы в деньгах, чем в безопасности людей. Вы ужасный человек, отрицающий науку, жилеты и изменения климата. По причине того, что люди мокнут, у них сносят крышу. Мне нужно, чтобы вы купили жилет у меня и надели его. Или вы не получите доступ к бассейну, душу, дождю или питьевой воде никогда в жизни. Вы обращаетесь со мной как с врагом. Если вы переживаете из-за того, что люди тонут, не стоит ли вам задуматься о том, что угроза — это вода, вместо того, чтобы считать угрозой меня? Ваше тело на 70% состоит из воды, поэтому вы буквально бомба замедленного действия. Надевайте. Дружище, вы последний человек, чьи указания я буду слушать. Вы слишком на поезд, и меня это пугает. Вы как защищающий жизнь, Харви Вайнштейн. Спасибо. Ну, послушайте, только сегодня мужчина утонул в автомобильной катастрофе, потому что он не был в спасательном жилете. Разве он не умер от лобового столкновения? В машине была найдена бутылка воды, это считается смертью, связанной с водой. В этом нет смысла. Неисповедимы пути Господни, а Бога не существует. Так что вам необходимо подчиняться мне. О, Боже, он тонет. Помогите ему. Сэр, выйдите из воды, найдите этот спасательный жилет. Он не может выйти, он тонет. Хватайтесь за край бассейна, он прямо перед вами. Тянитесь. Это неодобренный метод защиты при утоплении. Это опасно на самом деле. Просто хватайтесь за бортик. Не делайте этого, это не доказано. Ради всего святого, просто схватитесь за бортик. Можете выбирать выражение? Ради вашей же безопасности не хватайтесь за бортик. Вы же спасатель, помогите ему. Ну ладно. Вы должны были надеть жилет, пока у вас был шанс. Вы вроде как получаете то, что заслужили. Посмотрите, что вы с ним сделали, монстр. Это бы никогда не случилось, если бы вы были в жилете. Наденьте жилет. Ладно. Теперь вы полностью защищены. Наслаждайтесь плаванием. Стоп. Мне нужно увидеть доказательство того, что вы в жилете. Покажите мне ваши документы. Надпись на кепке, я не буду подчиняться.